Всем большой привет! Я сегодня вышла поработать. У нас сегодня относительно тепло, дождя нет. Небольшой ветер, но это не критично. Пока есть такой шанс, пока есть такая возможность, нужно поработать. Вчера смотрела у Ольги Рябовой канал Рябовый лайф видео о том, как она обрабатывала клубнику. Как правильно обработать клубнику, подготовить ее к следующему сезону. Она там все рассказывает, показывает. В общем, я на нее насмотрелась и решила свою клубнику тоже подготовить к этому сезону. Вот, Оля у нас решила серьезно заняться клубникой, выращиванием клубники. Прямо на профессиональном уровне. Так что заходите к ней, подписывайтесь, смотрите, как она разводит у себя клубнику. Не только клубнику, у Ольги есть собаки, хозяйство. Оля у нас держит кур, перепелов, коз. В общем, заходите, знакомьтесь, кто не знает про ее канал. Так, что Ольга говорила? Как обработать клубнику? Я пошла за секаторами, ведь мне нужно сходить. В общем, как правильно обработать клубнику, подготовить ее к следующему посадочному сезону. Вот я смотрю, у меня здесь уже новые кустики полезли. Вот такие вот листочки, которые желтенькие, вот видите, с желтизной, со всем вот этим вот. Это прошлогодний лист, его не нужно оставлять, его нужно вырывать. Вот эти усы тоже отрываем. Видите, сухой лист. Это нужно убирать. И убирать, она сказала, нужно желательно вот с такой вот штучкой. Вот. Видите? Это чтобы листья там не загноились. Вот. Оставляйте вот такие вот свеженькие. Вот это тоже, что ли, у меня прошлогодний? Да. Его надо тоже убрать. Оставляем, получается, вот такую вот свеженькую бульбочку. Вот она, видите? Вот свеженькие тоже полезли. Мне нужен секатор. Сейчас я приду. Ну вот, я сходила за секаторами. Ой. Ну что, начнем обработку моей клубники. Вот это все ненужное дело. Это я все убираю. Она заглублена у меня. Это плохие все листья. Нафиг они не нужны. Они только будут мешаться брать соки с моей клубнички. Все вот эти листочки сухие, прошлогодние, ненужные. Отстригаем. Вот. Вот это тоже лишнее. Вот она. Вот это тоже лишнее, по идее. Я тоже уберу. Не нужна. Вот. Вот такая клубничка остается. Нет, не такая остается. А вот такая. Улитка тут. Вот, друзья. Вот такая вот должна быть клубничка. Видите? Все старое отрезала. Вот. И сейчас я всю свою вот эту вот гряду буду обрабатывать. Всю клубнику нужно будет обработать. Дальше после обработки необходимо будет полить эту клубнику теплой водой. Температура должна быть от 58 до 62 градусов. Ну, в общем, средней 60 градусов. Чтобы убить всех паразитов теплой водой, разбавленной с марганцовкой, слабым раствором. Чтобы убить всех паразитов, которые имеются на данный момент, зимуют в земле, которые уже половина проснулись. Вот. Нашей клубничке паразиты не нужны. Нужно будет ее всю обработать. Ну, а я пока сейчас пойду проверю. Разожгла костер. Пойду посмотрю, что у меня с костром. Разожгла этот... Пока Андрюшка спит с ночи, я решила... Ага, ты что, уже проснулся, что ли? Господи. Разожгла костер, сжигаю старое барахло, которое вот я вам там показывала в прошлом видео. Вот. Потихонечку начала разгребать вот здесь вот это все говнятину. Видите? Я показывала в прошлом видео, когда Андрюшка забор тут ремонтировал. Монтировал, демонтировал. Вот. Начинаю потихонечку. Ну, конечно, такие бревна Андрюха потом понесет. А я вот беру вот такие вот досочки с гвоздями. И потихонечку подкидываю в костерок. Видите, что? Какое безобразие-то. Такие досочки. И потихонечку я их кидаю в костер. Пусть они и утилизируются. На дрова эти доски не пустить. Во-первых, они уже все гнилые. А во-вторых, они с гвоздями. Я их лучше сожгу. Ну, а золу рассыплю по огороду. Сильный костер я не жгу особо. Потому что, ну, присутствует небольшой ветер. Да и сейчас нельзя сжечь сильные костры. Вот. У меня нету, как у Оли Рябовой, крематория. Дружка говорит, надо бы нам тоже такой крематорий для сжигания сделать досок. Ну, мусора всякого, не только досок. На данный момент пока нету, поэтому я пока жгу так. Ну, пока здесь все подкинула. Пошла дальше обрабатывать клубнику. Вот, видите, что у нас творится. Это все надо приводить в порядок. Это после зимы, после того, как нам трактор здесь копал траншею. И мы проводили коммуникации в дом. В общем, я дальше пошла пока работать. Пока отключусь, покажу уже на выходе, что у меня получилось. Ну, вот итог моей работы. Грядочку я всю, клубничку обработала. Осталось ее только полить. Вот. У меня грядка в том году была запущена. Вот. Поэтому, конечно, пришлось поработать, потрудиться. И как же хорошо, друзья, что у меня есть вот такой вот помощник. Действительно, реально классная вещь. Посмотрите, какая. Какая тут. О! Одну. Одни. Этот, как его. И вот вторая лепешка. Там третья. Ну, третий, ладно, ее полегче было доставать. Но вот это, это просто с помощью этого культиватора я, конечно, справилась. Быстренько. Помощник, конечно, отличный. Ничего не скажешь. А вот тут у меня, по-моему, клубника, да? Да. Надо-ка ее отсюда забрать, эту клубничку. Сейчас я ее посажу сюда в грядочку. Потому что я ее, вот видите, с этого места вырвала. Видно даже. Самая здесь чистая земля. И вот. Вот, видите, кусок. Вот эта клубничка вырвалась. Я ее посадила. Вот такой вот был пласт целый. Вот этих вот, как корней травы. Сейчас сюда вот прикопаю клубничку. И будет мне потом счастье. С корешочками. Ничего. Я потом их обработаю. Вот. Вот так вот. Вот, отлично. И подкопаем. Пусть она таким пластом и сидит дальше. Растет. Все. Вот. Вот такие вот дела, друзья. Так что, это у меня что, это свеженькая. Это я ее закопала так сильно. Вот. Что хочу сказать-то. Как мне повезло-то, что я такой агрегат-то себе приобрела. У меня вот следующая грядка на подходе. Я ее, видите, сено граблями с грядок сняла. Горь, что у меня все заросшее было. Вон там еще, видите, кучка сена. Вот здесь у меня еще есть клубника. Здесь у меня посажена какая-то сортовая. Я ее покупала в том году на ярмарке. Вот. Видите, она даже видно по листьям. Вон листья какие крупные. Вот здесь тоже выходит. Это нужно все. Вот щавель. Нужно все это обработать тоже. Но сегодня я уже что-то не буду. Я с этой грядкой навозилась, если честно. Я устала. Вот. Так я о чем? Посмотрите, какой у меня чертополох. Раз. И еще один-два. Здоровый вон какой. Видите, уже еще весна, как говорится, толком не настала. Он уже лезет. Вон какой здоровый. Вылез. Так. Понимаете, да? Пойду сейчас я. Мне вот просто интересно. Ну вот эта трава вылезла. У нее корни-то были, конечно, здоровые. Но если бы не эта штука чем? Если бы только вилами бы, наверное, как альтернатива. Да? Вот. Сейчас я тогда его... Тут-то нет клубники. Подкапну. Одной рукой не очень удобно. Опа. О, какая фигня лезет, смотрите. Опачки. Вот так. Ох, какой. Вот это да. Далее. Вон тут у меня еще клубника есть. Хорошая. Надо как-то ее аккуратно. Сейчас, ладно. Я тогда пока отключусь. Вот он. Корень. Вот такая вот хрень. Еще одна здесь, но здесь поменьше. Вот. Конечно, помощник просто суперский. Так что, кому интересно, оставлю ссылочки на контакты на магазин. Можно будет пройти, посмотреть, вдруг вас заинтересует. Я сейчас им пока работаю, мне очень нравится. И корни отлично с грядок вырывает, и перекапывает. Супер. Так что, я пока все с ним. Он мне все помогает во всем. На сегодняшний день это один мой из лучших помощников. Так что, вот так, друзья. Ну, все. Ой, на клубнику, на свою. На клубничку-то на свою. Моя клубничка. Это надо вырвать. Вот. А тут, видите, клубничка. У меня какая-то сортовая. Название я не помню. Ну, может быть, если посмотрю по старому видео, наверняка где-то у меня сохранилось в этом.